Сегодня в местнике Северодвинска 20 школьников на льдинах. Кроме обследования льда, спасателям пришлось следить за детьми. Опасный объект открыт. Настройки маленьких северодвинцев видят регулярно. За работой полиции следят восьмером. При городском ОМВД возобновил работу общественный совет. Олимпийские журналистские игры. Десятый всероссийский фестиваль «Голос моря» стартовал. Два десятка школьников сегодня сняли с альдин спасатели. Здравствуйте в прямом эфире. Вы смотрите «Вестник Северодвинска» в студии Сергей Курбан. Поехали оценивать ледовую обстановку, а пришлось спасать детей. Больше двух десятков школьников сегодня сняли с альдин городские спасатели. Каникулы ребята проводят на опасной поверхности моря. Большинство о том, где играют со сверстниками, родителям не рассказывают. Но есть и такие, кого погулять на водоемы отправляют бабушке. Подробности у Анны Бибиковой. Это не акция школьников по уборке набережной от мусора. На льдинок дети решили поиграть в войнушку. О том, что выходить на лед сейчас опасно, ребята, видимо, не знают. Но о неприятном разговоре со спасателями догадались. Из толпы в 20 человек поймали лишь двоих. Ученики 2-го и 5-го классов вооружились саблями и автоматами. Льдины использовали как укрытие от стрельбы противников. Вы нужны? А сколько ты думаешь, что под водой продержишься в холодной воде? Сколько продержишься времени? Нисколько. Нисколько? Ну так зачем туда идти, если ты нисколько не продержишься? Мы даже приехать не успеем, понимаешь? Мы находимся в городе. Знаешь, что хватит? Тебе 2 минуты хватит. Видишь двоих? Пока спасатели добирались до противоположной стороны набережной, второй ребенок исчез. Как пояснил 9-летний Никита, это была сестра. Убежала домой перекусить. Самое шокирующее в этой истории – на опасный лед ребенок отправился с разрешения бабушки. За внуком она приглядывает из окна девяташки. Как показал сегодняшний рейд, дети посещают все городские водоемы. Поэтому в период каникул к ним особое внимание. Опасно везде. Здесь вода. Мало того, что можно просто промокнуть, простыть. Здесь вот на этом водоеме практически каждый год, ну она, скажем так, забирает свои жертвы. Практически каждый год здесь вот тонул человек. Вот именно непосредственно в такое время как раз. Исключением стала лишь предыдущая весна, и то благодаря ежедневным совместным дежурствам спецслужб города. Сейчас решается вопрос об их возобновлении. Водоемы со сложной ледовой обстановкой будут мониторить в дневные часы. Больше не ходи. Анна Бибикова, Семен Самигулин, Вестник, Северодвинска. А другие тоже несовершеннолетние. Северодвинцы в каникулы разгуливают по стройкам. Героем видео, размещенного сейчас в интернете, стала маленькая девочка. Ее заметили на территории объекта на улице Индустриальной. Здание охраняется круглосуточно, но ребенка на стройке не заметили ни сторож, ни родители. Это видео сейчас вовсю гуляет по интернету по стройке. В районе пересечения улицы Индустриальной и проспекта Беломорского беззаботно бегает ребенок. Судя по этим кадрам, девочке не больше семи лет. При этом на объекте ее явно никто не замечает. Жители соседних домов говорят, наблюдают детей за забором регулярно. Туда попасть очень легко, заборы непрочные. То есть собаки оттуда выбегают, это тоже опасно. А на любой стройке для ребенка это очень опасно. И травматизация, и можно провалиться куда-нибудь и не вылезти. Я считаю, что это очень опасно. Территория стройки находится под круглосуточной охраной. Мужчина в форме пояснил, он и его напарники постоянно выгоняют детей из опасной зоны. Приходилось даже обращаться к родителям маленьких гостей. Вот через такие бреши в заборе на стройку может попасть любой, а уж тем более дети. Видимо, усилий охраны здесь явно недостаточно. В случае трагедии ответственность может лечь именно на застройщика. Так что владельцам будущего офисного здания стоит обратить особое внимание на безопасность объекта. Ведь только по статье административного законодательства за нарушение обязательных требований в области строительства должностным лицам может грозить штраф в размере от 20 до 30 тысяч рублей. Для юридического лица от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. Впрочем, ответить придется и родителям. Ведь, как видно, на этих кадрах ни одного взрослого рядом с маленькой девочкой на стройке не оказалось. Сергей Курбан, Денис Богданов, Семен Семегулин, Вестник Северодвинска. И к другим темам. 240 тысяч рублей за 20 дней необходимо собрать волонтерам фонда «Спаси жизнь» на лечение маленькой северодвинки Кати Лихникевич. 13 апреля ее ждут в Германии для прохождения курса реабилитации после тяжелой болезни. Напомним, Катя перенесла кислородное голодание мозга. После болезни у Кати обнаружили задержку развития речевых навыков и нарушения моторных функций организма. Денежные средства на реабилитацию были уже почти собраны, когда курс евро неожиданно вырос. В итоге волонтерам и родителям девочки потребовались еще 240 тысяч рублей. Теперь, чтобы успеть до отъезда в клинику, в день нужно собирать по 11 тысяч 800 рублей. Если сейчас не собрать данную сумму, и ребенок уже второй раз, получается, не уйдет, в этом году врачи уже не могут принять ребенка. То есть это будет еще год потерян, пока еще в Москву ребенка отправят, если отправят, тоже неизвестно. То есть это очень будет сильная потеря времени и возможности реабилитировать ребенка. То есть она может остаться навсегда инвалидом, навсегда. А здесь есть возможность по максимуму ее восстановить. Лечиться в России Катя Лихникевич не может. Необходимый курс реабилитации в нашей стране еще недостаточно развит. Средства можно перечислить на банковский счет. Его вы видите на своих экранах. За дополнительной информацией обращайтесь по телефону 8 964 296 38 13 или в группу «Спаси жизнь» в социальной сети ВКонтакте. За северодвинскими полицейскими теперь пристально следят 8 человек. Сегодня на организационном собрании члены общественного совета выбрали председателя наблюдательного органа. А уже через неделю они обозначат планы и возьмутся за работу. Кто и как будет контролировать внутренние органы в нашем следующем материале. Работу полиции без внимания простых северодвинцев оставлять нельзя. Так считают в общественном совете при городском ОМВД. Орган создан два года назад за это время. По словам его членов, контроль за деятельностью людей в погонах только усиливается. Сегодня на организационном собрании стал известен новый состав наблюдательного органа. Важная роль отводится общественному совету, который призван выступить связующим звеном между органами внутренних дел и обществом. Уже несколько лет мы работаем с общественным советом. Мы убедились в его эффективности. За вашими ключами богатый жизненный опыт. Я рассчитываю, внимание и поддержку нашей деятельности, тех предприятий, которые мы проводим с участием общественности. В этом году в совете будут работать 8 человек. Среди них настоятель храма Владимирской Божьей Матери, журналист газеты «Вечерний Северодвинск», директор седьмой школы и даже педагог дополнительного образования. Среди обязанностей совета проверка условий содержания подозреваемых и обвиняемых, личный прием граждан и присутствие на встречах полицейских с жителями города. Сегодня большинством голосов на должность председателя общественного совета ОМВД переизбран Николай Житов. В ближайшее время мы в соответствии с регламентом создадим комиссии, которые будут работать по направлениям. В первую очередь комиссия будет работать с народной дружиной. Наша задача открыть общественную приемную при отделе, где члены нашего общественного совета будут принимать граждан. Председатель общественного совета при ОМВД избран на два года. Это уже второй срок Житова на этом посту. Особое внимание председатель совета планирует уделить подростковой преступности и ее профилактике, а также работе участковой службы полиции. Сергей Курбан, Владимир Богомолов, Вестник Северодвинска. С Днем работника культуры мэр Северодвинска Михаил Гмырин сегодня поздравил представителей муниципальных учреждений. Лучшие в своей профессии были награждены почетными грамотами, а коллектив детской музыкальной школы номер 3 глава города поздравил отдельно в рамках рабочего визита. Награды за добросовестный труд и вклад в развитие культуры города получили директор детской музыкальной школы номер 3 Лидия Данилюк, организатор мероприятий ЦК ИОМа Лариса Баландина, заведующая библиотекой Книжная гавань Ольга Гусарова, педагог-организатор детской художественной школы номер 2 Марина Изварина, мастер сцены драм-театра Анна Кострева, преподаватель детской школы искусств номер 34 Екатерина Мышова, преподаватель музыкальной школы номер 36 Ирина Ульмасова, заместитель директора Свердвинского краеведческого музея Анастасия Цветкова и руководитель клуба самодетельной песни микрофон Вячеслав Чичулин. Мы все-таки стали привлекательнее и лучше мы стали смотреться, потому что есть вот знаковые места, на которые сегодня приятно прийти. Допустим, мы говорили, я говорил уже про дворец молодежи, но приятно на территорию сегодня зайти. С профессиональным праздником глава города поздравила работников музыкальной школы номер 3, туда он прибыл с рабочим визитом. Основные вопросы к мэру – ремонт главной сцены, фундамента и кровли здания. У нас будет экономия где-то, то мы в районе 350 тысяч на эти вещи постараемся запланировать. Михаил Гмырин предложил также активнее привлекать для решения проблем музыкальной школы в небюджетные средства искать спонсоров и шефов. В феврале мы рассказывали историю о трехгодовалой девочке, которая в детском саду потеряла часть фаланги пальца. Помощи медиков ребенок тогда ждал полтора часа, пока в больницу не отвезла мама. Фактом получения травмы заинтересовалась прокуратура. Сегодня там закончили проверку. Напомним, инцидент произошел утром при сборе на прогулку. Одногруппник снял дверной крючок и Варе прищемила палец. Диагноз – открытый перелом области фаланги. Отсутствующий медработник прибыл в садик спустя 40 минут, а воспитатель и заместитель заведующей ограничились наложением ребенку марлевой повязки и дезинфекцией раны. В больницу девочку доставила мать, о случившемся ей сообщили только через час. Со стороны должностных лиц образовательного учреждения не исполнены меры по своевременному указанию медицинской помощи, а именно бригада медицинской скорой медицинской помощи была не вызвана. То есть ребенок фактически на протяжении более полного часа оставался без надлежащей медицинской помощи. На имя начальника управления образования администрации Северодвинска сегодня вынесено представление об устранении нарушений законодательства об охране жизни и здоровья детей. В суд дошкольному учреждению предъявлен иск о взыскании компенсации морального вреда. Его мама девочки оценила в 100 тысяч рублей. Около ста начинающих журналистов приехали в наш город. Сегодня состоялось открытие 10-го юбилейного фестиваля детского и молодежного телевидения радио и прессы «Голос моря-2014». В этом году его посвятили Олимпийским играм и спорту в целом. У ребят есть всего 4 дня, чтобы добиться успеха и доказать членам жюри свое журналистское мастерство. Только с поезда и уже записывают видеоотчет о первом дне фестиваля. Юные журналисты из города Владимира представляют на «Голосе моря» две творческие студии. Работают на областном канале «Мир ТВ», готовят собственную программу о жизни молодежи. С четырехлетним опытом работы на телевидении считают, победа будет за ними. На фестиваль мы приехали исключительно за победой, брать все первые места. Будем снимать все, что будет нам только интересно и все, что нам предоставят. Мы будем делать из этого просто конфетку. «Голос моря» торжественно открылись сегодня. Журналистки и Олимпийские игры – так негласно называют фестиваль в этом году. Ведь главная тема – зимние игры в Сочи и спорт в целом. Начинающих корреспондентов ждут мастер-классы с уже состоявшимися журналистами нашего города. Круглые столы, семинары, творческие командировки и экскурсии над предприятиями города. Мы предлагаем ребятам, юным журналистам, которые приехали, попробовать себя в качестве спортивного журналиста. Попробовать, что такое спортивная журналистика, как это работает, поучиться этому. Ну и рассказать своим сверстникам о том, что спорт – это хорошо, здорово и интересно. В этом году не так много участников, всего около ста. Приехали представители Владимира, Котласа, Архангельска и других городов области. Участникам предстоит создание фестивальных газет, теле- и радиопрограмм. В каждом журналистском направлении свои номинации. Лучший сюжет, лучший материал и другие. В 10-й юбилейный «Голос моря» здесь собрали и настоящую хронику каждого фестиваля. Старые фотографии, предметы и даже принтер 20-летней давности. Здесь рассказано о нашем символе фестиваля, о Бельке Севе. Здесь также можно посмотреть ролик, теледневник 2002 года. И мы, собственно, представили здесь выставку прессы, именно фестивальные газеты, которые сделались на фестивале с 2002 до 2012 года. Впереди у ребят 4 дня, чтобы доказать свое мастерство опытным журналистам Северодвинска. А что получат участники в награду за лучшие произведения организаторы, пока держат в тайне. Марина Хохлова, Денис Богданов, Вестник Северодвинска. Будьте в курсе всех событий города и области. 24 часа в сутки на 16-м канале в сети МТС и на 4-м в сети Ионид Телеком работает наш телеканал ГТРК. Твое родное телевидение. 13 700 долларов. Такова стоимость экспонатов для выставки современного искусства в итальянском городе Бари, которые выбросила уборщица, по ошибке приняв их за мусор. Известно, что одно из этих произведений искусства включало в себя разбросанные по полу кусочки печенья. Эту новость сообщил журнал «Исквайр». А ведущие рубрики «Небесная канцелярия» Антон Чехов сейчас доложат нам о погодной обстановке в Северодвинске. Солнце продолжает радовать северодвинцев своим присутствием. Здравствуйте! Небесную канцелярию смотрите сразу после коротких анонсов. Далее в выпуске. Вологодское кружево и иконы из бисера. Ветераны собрали все свои поделки на выставке. По просьбе горожан навестили игорное заведение. Прокуратура принимает жалобы на помещение с автоматами. Расписали лицо, насладились акустическим звучанием. В Северодвинске возрождают библиоквартирники. О метео и астропрогнозах вам расскажет Небесная канцелярия. И вас приветствует наш спонсор, фирменный салон Аскона. 26 марта, по данным Гизметео, в Северодвинске ночью ожидается 6 градусов ниже нуля. Днем столбик термометра поднимется до отметки 0 градусов. Солнечно, ветер северо-западный, к вечеру сменится на западный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет расти и к вечеру составит 770 миллиметров ртутного столба. День в целом сложится неплохо, говорят астрологи. Но могут возникнуть серьезные трудности. В первой половине дня не стоит принимать важные решения. Зато самое время делать крупные покупки. Особенно хороша для шопинга вторая половина дня. Так что смело заглядывайте к нашему спонсору, фирменному салону Аскона. Кровати, матрасы, подушки и постельные принадлежности. Все это вы можете приобрести со скидкой 50%. Аскона, спите на здоровье. Ломоносова, 75, Дом быта, Северное сияние. А я с вами прощаюсь и желаю хорошего настроения. До свидания. Первый фирменный салон Аскона в Северодвинске предлагает матрасы, кровати и постельные принадлежности от недорогих до роскошных. И только сейчас действуют скидки до 50%. Наш адрес – Дом быта, Северное сияние, улица Ломоносова, 75. Робизнес-банк. Наши кредиты уже выбрали миллионы россиян. Теперь у нас еще проще. Кредит народный. 53 95 95. Северодвинский хлебокомбинат расширяет ассортимент любимого горожанами печенья «Нежинка». Теперь, кроме черничной начинки, можно приобрести клубничную и лимонную. Конфитюр в нашем сдобном печенье класса «Премьер». Спрашивайте «Нежинку» в фирменной торговой сети хлебокомбината и магазинах города. В эфире «Вестник Северодвинская» и мы продолжаем. Сегодня в Совете ветеранов закончилась зима. Весна идет, весне дорогу. Под таким названием там открылась выставка народного творчества. В одном месте собрали то, что никогда не выносилось из квартир ветеранов. Различные вязания, бисероплетения, живописи и многое другое. Все сделано своими руками. Августа Андреевна Елагина не просто участник этой выставки, но еще и преподаватель. Уже более 10 лет она бесплатно учит ветеранов плести вологодское кружево. Сейчас у нее 10 учеников. Сама научилась, когда вышла на пенсию. Говорит, чтобы съездить на курорт, необходим красивый палантин. Лен. Специальный лен. И еще нитки. Раньше был Кировский завод. 20 номер, 10 номер. Сейчас сложно найти. Но вот с него плетут эти. Так что оденешь, нарядишься, снимаешь лет 5 с себя. Выставку в Совете ветеранов посвятили наступлению весны. Организаторы говорят, пришла пора поделиться теплом своих творений, опытом и новыми идеями. Здесь больше ста работ. Иконы из бисера, оригами, игрушки и даже парусник из конфет. Кто-то принес то, что никогда раньше не показывало, для кого-то творчество превратилось в бизнес. Знаете, у нас даже есть такая идея, если желающие могут купить некоторые экземпляры. Так что, пожалуйста, если что-то понравилось. У нас там есть очень интересные яйца. Не хуже Фаберже. Прекрасные такие. Нравится. Просто вот не могу дома сидеть, чтобы руки не были заняты. Из-за этого занимаюсь. Сижу кино смотрю, или вяжу, или вышиваю, или что-нибудь. Ну, в общем, хобби. Я в основном вот не умею еще оплетать красиво яички бисером, именно орнаментом. Вот это для меня хочу хобби. И еще много вот этот, чашечку тоже хочу сделать. Уже знаю, как ищу. Так что я для себя очень многого здесь сделала. Спасибо вам огромное. Все эти работы едва уместились в небольшом помещении. В будущем организаторы вновь соберут выставку уже в ЦКИОМе. Пока же посмотреть на эти творения пожилых северодвинцев можно в Совете ветеранов до 27 марта с 11 до 16 часов. Марина Хохлова, Владимир Богомолов, Вестник Северодвинска. Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели семилетнего мальчика. В детском саду Коряжмы ребенку была сделана прививка от дифтерии, после которой он скончался. В настоящее время проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. О других происшествиях смотрите в рубрике «Протокол». Городская прокуратура совместно с сотрудниками ОМВД провела проверку информации о незаконной горной деятельности. С жалобами на помещения по адресам Беломорский, 31 и Гагарина, 7А обратились жители города. В ходе проверки по указанным адресам обнаружены и изъяты 48 игровых автоматов с купюроприемниками, в которых на тот момент находились денежные средства в сумме 67 550 рублей. По данному факту в настоящий момент проводится проверка. Городская прокуратура предлагает горожанам сообщать о незаконной деятельности по организации проведения азартных игр на территории Северодвинска по телефону 500 350. Сотрудники ГИБДД ищут свидетелей происшествия на перекрестке улицы Ломоносова и проспекта Труда. 14 марта в 7 часов 45 минут неизвестный водитель на красной машине наехал на 10-летнюю девочку, после чего покинул место ДТП. Свидетели говорят, что и сама девочка, она помнит, что вышла женщина с автомобиля, посмотрела и поехала дальше. У нас уже с начала года, это уже второй случай, когда у нас водители сбивают детей и уезжают с места ДТП. Отдел по пропаганде безопасности дорожного движения просит всех свидетелей и очевидцев аварии позвонить по телефону 55 03 36. В Северодвинске участились случаи возгорания в подъездах многоквартирных домов. Накануне в 23-м доме по бульвару строителей на площадке с почтовыми ящиками загорелась коробка, в которую жители подъезда складывали рекламные брошюры. Причина возгорания – непотушенный окурок. В соответствии с федеральным законом об ограничении курения табака, запрещается курение табака в местах общего пользования многоквартирных жилых домов. За нарушение данного запрета административным кодексом предусмотрено административное наказание в виде штрафа от 500 до 1500 рублей на граждан. Как правило, такие возгорания обходятся без жертв, благодаря бдительности жильцов и оперативной работе пожарных. Помимо административного штрафа, пойманных за руку курильщиков ждет и взыскание материального ущерба. Три пятерки, вот этот субарок, как вам, смотрите. Да, точно. Ивани всем подразделениям. Огонь 7, я помню. Передайте информацию. Маленькие, но гостеприимные концерты, подобные квартирникам из советских времен, организуют в нашем городе. Только в Северодвинске это назвали библиоквартирникам. Акустические концерты в теплой душевной атмосфере устраивают библиотекари Книжной гавани. В этот раз решили разнообразить его ми-хэнди. Эта женщина, пожалуй, самая смелая участница мастер-класса по ми-хэнди росписи по телу хной. Под раскраску она отдала свое лицо. Чтоб не шокировать, мужа предупредила заранее. Была идея раскрасить и сына, но отказалась, все равно сотрет. Ах, не необходимо впитаться. Я по жизни жуткий авантюрист. И Валю я знаю достаточно давно. И она мне... Я беременная была с сыном, она мне разрисовывала живот. Это было жутко прикольно и очень красиво. А на лице, ну не знаю, весна. Я, в принципе, всю жизнь в веснушках. Мастер-класс по ми-хэнди – часть библиоквартирника. Их проводят в библиотеке «Книжная гавань». В этом году их организуют три. Раньше библиоквартирники состояли только из акустических концертов. Первый посвятили блюзу. Приезжала архангельская группа «Трио Ильича». Сейчас этнические библиоквартирники его решили сделать интереснее за счет мастер-класса. Пригласили мастера из Архангельска и родители с детьми. Ведь рыжая хна абсолютно безвредна. Интересно, понятно, да? Что пахнет это так. Интерес появился. Ну, вообще, на самом деле, банально. Когда у меня друзья приехали из Индии и сказали, сколько стоит хна. Я сравнила ее с ценами, теми, которые предлагают у нас на юге. И решила, что почему бы саму иди рисовать. Это, ну, во-первых, интереснее. И я рисую то, что хочу. А это вторая часть этнической вечеринки. Выступление группы «Ягода Гало». Кстати, подобное для нашего города не новое. Библиоквартирники проводили в 2008 году на Ломоносово-100. Сейчас их возродили в Книжной гавани на Карломаркса-26 по программе «Молодежь Северодвинска». Квартирники – это, вот как раньше было, квартирники, да, когда мы все любили акустические концерты. Многим людям это нравится. Но мы решили сделать не на кухне, да, дома, а перенести это в библиотеку. Такая квартира большая для музыкантов, для акустических концертов. Вот у нас библиотека. То есть поэтому библиоквартирник. Третий библиоквартирник пройдет в апреле. Его тематику не раскрывают ни в никаком условии. Организаторы лишь намекнули. В этой группе выступит группа, которая известна сейчас и была очень популярна пару лет назад. Наталья Аскерка, Анна Бибикова, Владимир Богомолов, Вестник Северодвинска. Беспрецедентная акция. Только в марте в салоне лазурит мебель из натурального шпона по самым доступным ценам. Спешите, может и не хватить. Мы ждем вас по адресу Мебельный центр Атриум, Ломоносова, 73А. Вестник Северодвинска о спорте. В зале «Строитель» прошел матч за кубок первой лиги по мини-футболу. Финалист прошлого года команда «Спектр» встретилась с дружиной «Риф». После игры федерация наградила призеров первенства и вручила индивидуальные премии. Спонсор рубрики «Северодвинский торговый центр». В первенстве лиги команды «Риф» и «Спектр» заняли четвертое и пятое места. В кубке оба коллектива с уверенностью дошли до финала. Первый тайм соперники провели очень осторожно с оглядкой на свои ворота. Все же футболистам «Спектра» удалось забить один мяч. Вторая половина матча оказалась более богатой на события. Игроки «Рифа» заметно раскрепостились и начали штурмовать ворота соперника. Настойчивость принесла свои плоды в виде четырех забитых голов. «Спектровцы» отыграли один мяч, но на большее им не хватило времени. 4-2 команда «Риф» – новый победитель Кубка Лиги. Второй год в финале Кубка. Опять поражение. Чего не хватило для победы? Ну, опять не хватило везения немного. Первый тайм мы тогда нашли. Моя команда очень хорошо. И «Рифу» было много шансов забить. Но второй тайм «Риф» уже как пять раз играем с ним в этом сезоне. И все время во втором тайме «Риф» прибавляет. И мы парни молодцы, конечно. Перерыв. Немножко в раздевалке поговорили между собой. Исправили свои ошибки. Ну и чуть-чуть нас побольше народу, мне кажется. Физически «Спектр» немножко подселывали. За счет этого додавили. После финала Кубка прошло награждение по итогам всего первенства Первой Лиги. Первое место в третий раз подряд завоевала команда «Стройпорт» – «Сереброустроитель фотосервис» и «Бронза» у «Позитива». Всех интересует вопрос. В высшую лигу пойдете? Ну, в высшую лигу вопрос. Могу сразу сказать, мы не пойдем. На следующий год этот вопрос рассматривается. Если мы припим состав, подготовимся. Если в следующем году выиграем, то, думаю, что в следующий год мы решим этот вопрос. Переходим в высшую лигу. Также футболисты и судьи получили личные премии. Александр Глинский стал лучшим арбитром. Премия молодого игрока у Максима Порошина. Лучшим голкипером стал Юрий Кузнецов. Самых результативных в этом сезоне двое – Виктор Авершин и Артем Кузнецов. Последний был признан лучшим игроком лиги. Константин Мухин, Семен Самигулин, Вестник, Северодвинска. На протяжении прошедшей недели в спортзале детско-юношеского центра пять мужских команд разыграли круговой этап чемпионата города по баскетболу. В этом сезоне за медали чемпионата города по баскетболу на предварительном этапе вели борьбу пять команд – Севмаш, СТК, Онега, Дюсыша и Северодвинск. В групповом этапе самым упорным стал матч между дружинами Севмаш и Северодвинск. Со счетом 80-75 победа осталась за Севмашем. По итогам четыре коллектива прошли в одну вторую финала. Прошлогодний победитель команды Севмаш в полуфинальном матче встретится с молодежью из Дюсыша. А второму фавориту турнира команде Северодвинск будут противостоять баскетболисты Онеге. Полуфинальные баталии пройдут в спортзале Дюц уже 27 марта. На сегодня это все новости. Обо всем интересном, что происходит рядом с вами, пишите нам номер 8-911-550-3008 или звоните 580-700. А я напоминаю, наши новости вы можете смотреть на канале «Звезда» и на первом круглосуточном телеканале Северодвинска ГТРК. Я с вами прощаюсь, смотрите нас и все узнаете первыми. До свидания. Северодвинска ГТРК Удобный комфортный текст Текстиль, создающий домашний уют и тепло. Различные комплекты для детей и взрослых из мягкой дышащей ткани. Поплина, шелковистого легкого воздушного сатина, традиционной бязи. Одеяло из бамбука и овечьей шерсти абсолютно экологичны. Удобные подушки с искусственными заменителями пуха или бамбуковые, гипоаллергенные. И что немаловажно, принимающие удобную для головы форму. Также здесь вы найдете модные лоскутные покрывала. Выставка продажа пройдет до 28 марта в Центре культуры и общественных мероприятий на Байчука-2. В среду 26 марта в Северодвинске ожидается ветер северный, северо-западный, умеренный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет расти и к вечеру составит 770 миллиметров ртутного столба. Ясно, без осадков. Тип погоды второй благоприятный. Температура ночи минус 5-6, днем от 1 до 4 градусов мороза. Спонсор прогноза погоды – Ивановский текстиль. Выставка продажи ивановского текстиля пройдет до 28 марта в Центре культуры и общественных мероприятий на Байчука-2. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова